Беларусь разрабатывает новую военную доктрину, предусматривающую использование ядерного оружия. Как заявил во вторник министр обороны Беларуси, союзник России скоро внедрит новую доктрину. Новая доктрина появляется в разгар конфликта России и Украины. Россия направила в Беларусь тактическое ядерное оружие в прошлом году. Россия также использовала белорусскую территорию в качестве плацдарма-подскока для переброски российских войск на Украину. Россия также поддерживает свои военные базы и вооружения в Беларуси. Как заявляла Россия, она и далее будет поддерживать эти базы и вооружения. Это оружие предназначено для использования на поле боя, обладает сравнительно небольшой дальностью и мощностью. В данный момент не вполне ясно, как доктрина коснется российского вооружения. Доктрина будет представлена на утверждение Всенародному национальному собранию Республики Беларусь, являющемуся представительским и законодательным органом, работающим параллельно с белорусским парламентом. Беларусь также обладала стратегическим и тактическим ядерным вооружениями, будучи в составе Советского Союза. В дальнейшем эти вооружения были переданы России после распада советского государства. Данная доктрина – это первый случай, когда Беларусь прибегла к ядерной доктрине со времен распада СССР. К нам присоединяется Гилберт Доктору, автор, аналитик по национальным вопросам и историк из Брюсселя. Спасибо, что вы с нами. Очень рад. Мой первый вопрос – как Европа видит белорусскую ядерную доктрину в текущий момент? Многие детали белорусской ядерной доктрины, которая разрабатывается в текущий момент, остаются неясными. Но контуры ясны. Ее нужно рассматривать в широком контексте. Россия сейчас занялась корректировкой своей ядерной позиции. Также собственной ядерной доктрины в соответствии с изменением обстоятельств, а также видимых ею угроз, исходящих из конфликта на Украине. Необходимо отметить, что два дня назад господин Медведев, являющийся бывшим президентом Российской Федерации в период между первым президентским сроком Владимира Путина и его последующим президентством после поправки. Господин Медведев в период своего президентства очень симпатизировал Западу, я бы сказал, стал серьезным националистом в его сегодняшней инкарнации. Он входит в состав Совета Безопасности Российской Федерации и является главным голосом консерваторов. Два дня назад он сказал, что Россия готова применить тактическое ядерное оружие в случае, если будет атаковано с использованием обычного вооружения, которое нацелено на объекты в глубине Российской Федерации. Это изменение политики, либо скорее прояснение политики, которая пока не проявлялась в решительных серьезных шагах. Теперь мы эти шаги видим. Почему это происходит? Думаю, можно сказать, что российская разведка располагает данными о возможных серьезных атаках в глубину российской территории. Как результат действий ва-банк безрассудной политики, которая пошла из Вашингтона, Лондона, Берлина и Брюсселя, имеющей целью спасти, что можно, из того, чего они хотели добиться членством Украины в НАТО, и того, что могло бы принести существование Украины как крупнейшего государства в Европе. Русские хорошо слышали господина Подоляка и других украинских политиков, которые это заявляли, что война для них не очень хорошо оборачивается, но у них есть припасенные трюки в рукаве. И трюками в рукаве вполне может оказаться использование дальнобойных ракетных систем, поставленных Германией, Францией и Британией, и удар ими по военным базам на российской территории. Россия ясно дала понять, как я отметил, что Беларусь часть этой политики. Нанесите удар и получите ответ ядерным оружием. Субтитры создавал DimaTorzok